Если вы хотите узнать, как Абсолют Ролеплей увеличивает FPS в GTA-сам, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona, Ролеплей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому если вас всё это заинтересовало, то переходите по ссылочке в описании, там подписывайтесь на мой телеграм-канал или переходите по айпишнику в описании и заходите на Arizona Ролеплей Феникс. И ни на какой другой больше сервер никогда в жизни вообще. Вот сколько же у меня воспоминаний связано с Абсолют Ролеплей, вы себе просто не представляете. Я там друзей нашёл с Абсолюта Ролеплей, которые уже, наверное, по сей день смотрят мой канал и что-то делают. Вот я там, знаете ли, и на ролик отвечал человеку с Абсолют Ролеплей. Я столько роликов делал по Абсолют Ролеплей, там, я не знаю, и закрывается Абсолют Ролеплей, и не закрывается Абсолют Ролеплей, там. И у них боты, и у них там не боты. И по всему вот этому, знаете ли, итогу мы до сих пор не пришли к какому-то одному чёткому знаменателю. И что там вообще со всем этим Абсолют Ролеплей происходит, что там вообще делается. И вы знаете, вот не было роликов про Абсолют Ролеплей уже большое количество месяцев. То есть там, возможно, один, возможно, два месяца, возможно, там ещё сколько-то месяцев. То есть я толком уже не помню, когда последний раз я что-либо говорил про Абсолют Ролеплей. Если кто-то из вас, мало ли, знает, там, следит за каналом, там, смотрит каждый видеоролик, а не пропускает, ставит всегда лайки, пишет всегда, знаете ли, комментарии. И вы знаете вообще, когда там всё это было, когда был последний ролик по Абсолют Ролеплей, то можете написать, вот, я не знаю, дату данного видеоролика в комментарии. Я всё это посмотрю, всё скажу, типа, а, да, ну типа, ну да, дата видеоролика, она как бы вы сами должны понимать правильно. И то есть всё там вообще, то есть, ну, происходит нормально, да, вот. Или там, я не знаю, недавно у тебя был ролик по Абсолют Ролеплей, а ты уже, видимо, забыл. Ну, ты дурашка, конечно, но ничего, мы тебя как бы обращаем, ничего в этом такого нету. Типа, ну, был и был, как бы, ну, умер и умер, ну, что там вообще такое было. Но вы знаете, сейчас я бы хотел с вами поговорить немного, наверное, про хорошие вещи от Абсолют Ролеплей. То есть, помимо того, что у них там боты, которые как бы уже там доказывали, не доказывали, которые опровергали, не опровергали, с которыми там делали всякие прочие вещи. То есть, на этом мы давайте уже забьём на этих самых ботов, то есть, уже столько всего было про них сказано. То есть, там уже, я не знаю, опровергали, не опровергали этих самых ботов уже. То есть, похуй, похуй на этих самых ботов. Мы на них забьём хуй и всё, и не будем больше про них говорить. Потому что Абсолют Ролеплей, он так или иначе вносит такой, знаете ли, вклад в GTA сам для игроков. То есть, если Аризона Ролеплей даёт какую-то площадку, где игроки могут играть, то Абсолют Ролеплей, знаете ли, делает игру на этих самых площадках или на этой площадке. Допустим, на одной, которая начинается, допустим, на букву А, заканчивается Аризона Ролеплей. То, как бы, ну, тоже неплохо, тоже хорошо. И вы знаете, разработчики Абсолют Ролеплей на днях с помощью своего дополнения Сампадон, за который они, кстати, предъявляли Аризона Ролеплей, когда она включила файлы с Сампадона в этот самый свой лаунчер, когда он только вышел, и всё было классно. То есть, тогда они их обвинили в том, что, типа, эй, это наш, вообще-то, автор проект хороший. Ну, а все те, кто считают, что там боты, идите вы нахуй со своей вот этой донат-машиной. Она нам тут нахуй не нужна, блять, ваша вот эта вот, блять, Аризонанская разработка, и как бы вообще даже не указали, что всё это взято от нас. Ну, вообще, вы нормально это делаете или нет? Так вот, этот самый Сампадон сумел повысить FPS в Сампе до 250, благодаря найденным 19 багам, которые получилось пофиксить. Вообще, при разработке чего-либо, а тем более, какого-нибудь, там, я не знаю, GTA Сампа, который разрабатывался, там, я не знаю, в 2006 году, и последнее обновление, которое было, там, я не знаю, возможно, в 2019. Вообще, новая версия, когда последний раз выходила, я не помню, в 2015 году, я не знаю, в 2016, вот именно новая версия, привносящая что-то реально годное в этот самый GTA Сампадон. Вот когда последний раз всё это было? Я лично всё это не помню, возможно, кто-то из вас, опять же, помнит, но вот я нет, потому что вы постоянно, знаете ли, поправляете меня в комментариях по поводу и без. То есть, вот там я сказал правильно, а там я сказал неправильно, и вы меня поправили. Спасибо вам за это, и если вы в данном случае меня поправите, то тоже это всё будет, скажем, прямо неплохо, потому что, ну, в самом деле, когда тебя поправляют, это всегда замечательно. Вообще, изначально Калькор ограничил FPS до 100 из-за большого количества косяков, в основном GTA-шных. Однако, разработчики проекта сняли лимит и постепенно устраняли связанные с этим баги. Сегодня количество фиксов достигло 63, и для того, чтобы у вас там, не знаю, был максимальный FPS в GTA Сампе, как вы уже можете понять, нужно установить сам Падон. То есть, никто ничего подобного не делал вообще на GTA Самп серверах. Почему? Непонятно. То есть, почему Arizona Roleplay какая-нибудь не выпустит свой Arizona аддон, который там всё это сделает, или, я не знаю, не выкупит сам Падон у Absolute Roleplay и не наймёт какого-нибудь, я не знаю, разработчика с этого самого Абсолюта, чтобы он всё это клепал, и чтобы, как бы, имя для Arizona Roleplay, оно, как бы, делалось с лучшей стороны. То есть, допустим, вот даже если сейчас предположить, что на Absolute Roleplay реально боты, но при этом уже можно оправдать Абсолют тем, что, ну, вот, на Absolute Roleplay боты, это-то мы, как бы, не спорим, это-то да. Но мы зато сделали сам Падон, который устраняет большое количество ошибок, неполадок и вот всего-всего прочего, поэтому вы нам должны, а если бы это сделала Arizona Roleplay, то помимо очевиднейших защитников, были бы ещё те, кто сказал, ну, да, типа, ну, Arizona Roleplay, конечно, говно, да, машина и всё прочее, но, знаете ли, в чём дело? Она же сделала нам какой-нибудь Arizona аддон, который исправляет большое количество ошибок, и за это мы ей должны, как бы, ну, на заметку что-то такое взять, хотя уже поздно делать какие-то такие, знаете ли, аддоны. Сам Падон существует там с какого-нибудь, я не знаю, бородатого 2012-2013 года, там, я не знаю, возможно, больше он существует, возможно, меньше, неважно, но сам факт в том, что такой, знаете ли, сам Падон, он один. Ну, как бы, вообще, непонятно, что со всем этим делать, то есть, да, увеличили FPS, молодцы, но вряд ли кто-то из этих дополнительных FPS будет качать сам Падон, который, знаете ли, причиняет большое количество ошибок. Допустим, тот же, я знаю, анти-ФК, который, во-первых, запрещён на абсолютно всех серверах, по-моему, насколько я знаю, а также, типа, ну, анти-ФК, опять же, из-за которого ты свернёшься и потом не сможешь развернуться просто из-за того, что там анти-ФК. Возможно, возможно, опять же, хочу сказать, что эти баги, там, с анти-ФК и со всем прочим уже поправили, но, тем не менее, всё равно что-то качить, что-то устанавливать лишний раз, но это вообще большая морока и никому это делать не хочется абсолютно. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, будем следить за развитием событий в GTA-сампе, в сам Падоне и во всём прочем. IP Arizona или PlayFenix в описании, там же ссылочка на мой телеграм-канал, переходите туда, и там всё будет у вас замечательно, круто и классно. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok